МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 мая 1943 года. 708-й день войны. В Рижском заливе советской авиации потоплен вражеский транспорт водоизмещением 5000 тонн. Летчик Иван Шаманов вел разведку. Когда заметил вражеское судно с небольшой высоты, направил торпеду прямо в нос корабля противника. Транспорт начал погружаться в воду. В этом полете штурманом был Михаил Лорин. С Михаилом Шамановым они летают вместе уже 15 лет. Сначала в Арктике, затем в военно-морской авиации. За 15 лет они налетали около миллиона километров. 37-я и 56-я армии продолжают наступление под интенсивными ударами немецкой авиации. Бои развернулись за высоту, которая прикрывает дорогу на Томань через станцию в Варениковску. Продолжаются ожесточенные бои в районе Голубой линии. Однако германское превосходство в воздухе лишает наши наземные войска каких-либо результатов их деятельности. Потери растут, а прорыва линии обороны не происходит. Становится очевидной бесперспективность боев. Два месяца назад Большой драматический театр имени Горького вернулся из эвакуации. Более 100 тысяч ленинградцев посетили его за это время. Труппа показала 7 постановок своего основного репертуара. Сейчас в театре работают над новой редакцией пьесы Николая Погодина «Кремлевские куранты». Принята к постановке пьеса Александра Крона «Глубокая разведка». Редактор субтитров А.Семкин